МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И более того, только что вы вернулись из Гааги, где принимали участие в форуме по ядерной безопасности. Вот сейчас буквально в режиме онлайн следите вы за тем, что происходит в Лондоне, и комментируете. В общем, комплексно подходите к вопросу. Давайте посмотрим фрагменты из вашего материала и обсудим. Альянс значительно расширил объемы модернизации и наращивания всех трех ключевых видов ударных боевых средств передового базирования, выдвинутых к территории Российской Федерации, которые в перспективе будут усилены ударными космическими вооружениями. Государства, являющиеся участниками Североатлантического Союза, заложили огромные и беспрецедентные по объему перспективные военные расходы, которые пойдут не на укрепление стратегической стабильности в мире, а наоборот, будут содействовать ее дальнейшему подрыву и ослаблению глобальной безопасности. Итак, три ключевых вида ударных средств выдвинуты к нашим границам. К нашим, это к российским. Что и куда, зачем, почему. Можно я встану. Вы тоже выдвигаетесь навстречу? Нет, нет. Принять удар. Это три вида ключевых ударных боевых средств. Ракетно-ядерное вооружение, противоракетная система и силы общего назначения, то есть обычные вооруженные силы. Сейчас они угрожают, собственно, нашей стабильности и безопасности западных рубежей. Каким образом? Потому что они складируются в трех балтийских государствах, которые, хочу сказать, уже вышли на рубеж 2% от своего ВВП. Вся тройка. Но это копейки для НАТО. У них ВВП-то, знаете ли? А это неважно. Каждая копейка рубль, как говорят, бережет. Или доллар. Или доллар, да. Что еще надо сказать? Я хочу сказать, что никогда раньше НАТОвцы, и на этом саммите в Лондоне будет еще раз подтверждено, они никогда не концентрировали такое огромное количество вооружений в государствах Балтии и на территории Польши и Румынии. Это правда. Румыния и Польша – это противоракетные системы. И появилось, помимо кооперации «Балтийское воздушное патрулирование» с самолетами, носителями ядерного оружия всех трех западных стран – Великобритания, Франция и США – появились такие же точные операции над Румынией и над другими государствами, которые входят в Североатлантический союз. Усиливается разведывательная деятельность в 10 раз. Подумайте, в 10 раз разведывательная деятельность. Мы каждую неделю перехватываем самолеты-разведчики различных классов НАТО около наших границ. Появились планы уничтожения Калининградской области за 5 минут. Владимир, все, что вы перечисляет, в меня вселяет тревогу. Но, с другой стороны, я смотрю новости о происходящем в Лондоне. Накануне Макрон говорит «Мозг НАТО умер. Давайте там заключать договоры. Может быть, будем создавать свою европейскую армию». Трамп по этому поводу возмущается. И сейчас они встречаются в Лондоне. Макрон не берет своих слов назад. Что это? Это действительно позиция Макрона? Или это такая завеса, а на самом деле происходит то, что говорит Владимир? Там есть очень интересный вопрос. Сколько все это будет стоить для членов НАТО? Для США и для европейских. А вот там сейчас в Лондоне такое мелькает по порядке предварительного разговор о том, что они враг ли нам еще и Китай. Вот это очень много будет денег. Это второй главный вопрос нынешнего САМИ. Совершенно верно. Вот представим себе, они не могут покупать ни у кого оружие, кроме как у американцев. То есть спасают американцев у их ВПК. Они должны иметь нормальный торговый баланс с американцами. И тратить много, если там Китай будет врагом, тогда это уже не 2% ВПК, естественно. Это очень много денег. Это 22, я чувствую, процентов. Ну да, это спасет Америку, как у каждого держава. Цена вопроса известна. По сравнению с 2016 годом до 2024 года НАТО увеличит расходы на военные цели на 400 миллиардов долларов. Да, Владимир Игоревич, цифры вещь упертая. И факты налицо. Летают что-то, пытаются прощупать, деньги выделяются. К чему готовятся и готовятся ли? Безусловно, готовятся по одной простой причине. НАТОвские военные пытаются лихорадочно исправить политические ошибки. Потому что в свое время сдуру приняли Прибалтику. Но они так не считали. А теперь, просто поразмыслив, Норвегия им зачем нужна была, а теперь поразмыслив, обнаружили, что Прибалтика это что? Это ловушка, это капкан, который при первом же начале боевых действий держится 48 часов. Поэтому нужно срочно что-то изобразить, запугать и сказать, что только попробуйте тронуть Прибалтику, только попробуйте тронуть. Мы вот тут сейчас срочно и так далее, и так далее. То есть военные пытаются лихорадочно исправить глупость политиков, допущенных... Ваши аплодисменты, Юрий, подкопаю. Спасибо большое. Владимиру Козину тоже отдельно спасибо за подготовленные материалы.